Тишь, гладь и морская благодать. Для водителей маломерных судов это только кажущаяся идиллия. На море действуют не менее строгие правила, чем на дороге. Капитан должен быть трезв, судно исправно, а все разрешительные документы в наличии. На борту должны быть фальшфейера, якорь, спасательные жилеты и весла. Иначе штраф. Этот катер развивает скорость 30 узлов. В километрах это где-то 60 километров в час. В случае погони у нарушителей нет шансов. Догонять первого потенциального нарушителя не пришлось. Лодка послушно прижимается к борту. Необходимое оборудование в порядке, а вот права на управление плавсредством у капитана при себе отсутствуют. Для судоводителя это первый штраф. Говорит, что собирался в большой спешке. Хотелось порыбачить. Техосмотр есть, жилеты, ракеты, все средства, гудки, огни. Самое главное – забыли. Инспекторы непреклонны. Езда без документов карается штрафом. Штраф хоть не сильно большой, это еще не штрафовали. Ну, на первый раз тысячу рублей у вас были. Половили рыбки. Многие капитаны осознают, безопасность на воде превыше хорошего улова. Инспекторы говорят, что опытные рыбаки в возрасте, как правило, самые ответственные. У них и документы в порядке, и все необходимое на борту есть. С большим пониманием и ответственностью относятся люди старшего поколения, которые управляют не такими дорогими яхтами, как молодое поколение, это Ял-6. В основном рыбаки, они более ответственно относятся и к комплектации, и содержанию своих судов, и наличию тех необходимых документов, которые должны у них находиться. Молодежь пока еще не вся дошла до такого уровня. Но, опять же, стараемся проводить данную разъяснительную работу. В Севастополе круглогодичная навигация. Надзорные рейды проводятся постоянно. Отсутствие удостоверения либо судового билета на борту при его наличии от 100 рублей до 1000 рублей. В зависимости, опять же, если судоводитель находится в состоянии алкогольного опьянения, это штраф от 1500 до 2500, либо лишение права управления через судебные инстанции. С наступлением курортного сезона проверки станут плановыми. Черное море будут патрулировать даже в штормовую погоду.